День с толком День с толком День с толком День с толком Напомним, его приговорили к пяти годам колонии за растрату средств. Следователи доказали, что будучи директором управляющей компании, он присвоил 40 миллионов рублей, которые жильцы вносили в счет погашения коммунальных счетов. За лишение его депутатских полномочий проголосовали 58 человек. Трое воздержались. Менее охотно поднимали руки против Ирины Тепловой. Напомним, за пособничество в растрате ее приговорили к четырем годам лишения свободы и выплате миллиона рублей. Ты знала ли вину? Был ли с ней разговор? Присутствовала ли она на комиссии? Общались ли вы с ней? Ее присутствие на комиссии не обязательно. Мы получили решение суда. А если мы против проголосуем, что будет? Что не изменится? Двое воздержались, шестеро не голосовали. Большинство лишило Теплову кресла в КЗС. Теперь там освободилось два места. Когда станут известны имена новых депутатов, будет зависеть от выборов в Государственную Думу. Если они пройдут в 2021 году, то краевых депутатов изберут в сентябре текущего года. Если за федеральных избранников решат голосовать досрочно в 2020-м, то два округа на долгое время могут остаться без депутатов. На такой случай есть вариант. По Бийскому округу есть депутаты, которые проходили по территориальным группам. И в любом случае, если вдруг такое случится, я думаю, что мы будем каким-то образом определять по городу Барнаулу, что кто-то из депутатов будет дополнительно иметь такую нагрузку. Явление временное. Так специалисты объясняют ситуацию с падением рубля по отношению к доллару и евро. Информация об этом появилась в авторитетных СМИ в связи с распространением китайского коронавируса. Только за минувшие дни российская валюта потеряла по отношению к доллару и евро почти полтора рубля. Однако, как поясняют экономисты, причина кроется в ряде факторов. В случае, если стоимость нефти за баррель опустится ниже 40 долларов, то вероятность дальнейшего падения рубля увеличится в разы. Пока же цена держится на уровне средних показателей. Еще одной причиной аналитики называют девальвацию национальной валюты. Это делается с целью повышения конкурентоспособности продукции. Многие зарубежные страны могут быть в этом заинтересованы, а коронавирус используют лишь как повод. А вот повлияет ли это валютная неразбериха на рост инфляции в России? Однозначного ответа у экспертов нет. Скорее всего, об этом станет известно спустя несколько месяцев. Но, вероятно, резкого скачка цен не будет в силу сниженной покупательской способности населения. Дорога на Чуйский тракт станет четырехполосной к концу 28-го года. Эта информация прозвучала в рамках конференции, где обсуждали реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Мы заказали проект, и сейчас идет разработка участка от четырехполосной дороги за Бийском до села Сростки. Там у нас участок 10 километров, сейчас он попал в разработку, и мы планируем, что в следующем году мы начнем на нем работать. Кроме этого, у нас сейчас тоже в разработке, и летом мы приступим к работе со стороны Бийска, в сторону Барнаула. Итого, как я уже ранее говорил, общий охват сейчас у нас порядка 49 километров. В ближайшем году приоритетными станут Бийские направления до поселка Жилино. Это около 10 километров дорог. Планируют проложить порядка 6 километров нового покрытия, и 4 километра будут капитально отремонтированы. Всего в рамках реализации федерального проекта в этом году на строительство дорог в Крае и Барнауле выделят порядка 2 миллиардов рублей. Капитальный ремонт отдельных участков обойдется в среднем в 20 миллионов рублей за один километр. Ремонт ожидается также на участке дороги в селе Троицком, Тольменке, отремонтируют и мост через реку Чумыш. К концу 28-го года работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» должны завершиться полностью. Студенты педуниверситета признались в своем диагнозе ВИЧ на глазах у публики. Правда, это всего лишь сценарий спектакля. Будущие психологи поставили его ко всесибирскому дню борьбы со СПИДом. Почему актеры заставили зрителей смущаться и чувствовать себя неловко, расскажет Ирина Корчагина. Дим, помнишь, я ходила в центр сдавать анализы? Ну? Пришли результаты. Оказалось, что у меня ВИЧ. Как СПИД? Это тот случай, когда театр начинается не с вешалки, а со СПИДа и ВИЧ. Студенты-психологи из Педуниверситета, которые уже известны публике по спектаклям «ВИЧ. Подруги» и «Мой друг-наркоман», представляют новый проект – форум театров, в котором каждый зритель может примерить на себя роль ВИЧ-инфицированного. Понять, каково это, объяснить парню, что ты больна, и он, видимо, тоже. А откуда у вас ВИЧ? Не знаю, может от отца. Или признаться своим родителям в страшном диагнозе. Я очень сильно нервничала, и, если честно, то да, я прям почувствовала все на своей шкуре. А вам приходилось чем-то признаваться родителям? Самый тяжелый момент был, когда я призналась родителям, что я не хочу учиться до 11 класса. Ежедневно в России происходит 200 случаев заражения. Каждый день 4-5 жителей Алтайского края узнают о своем положительном ВИЧ-статусе. Всего в регионе проживает порядка 20 тысяч ВИЧ-инфицированных. 20 лет назад на ВИЧ-карте Алтайского края еще были пустые места. Сейчас в регионе уже не осталось незараженных районов. Среди лидеров Бийский, Егорьевский, Смоленский, Красногорский, Рубцовский районы. Это ситуация, которая может произойти с каждым из нас в обыденной жизни. Жизнь есть, жизнь идет дальше, в ней можно существовать. И главное знать, какими способами, например, преодолевать эти разные трудности. Сегодня медицина гарантирует долгую жизнь ВИЧ-позитивным при условии, если человек принимает терапию. Кстати, 40% заражений происходит половым путем. Поэтому здоровым людям надо помнить об элементарных правилах защиты. Предохраняться, пользоваться только своим шприцем. Тогда с ВИЧ-инфекцией вы будете встречаться, например, как эти студенты, только на спектакле, как зрители. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи.